Жители микрорайона «Звездочки» требуют от властей открыть калитку, которую перекрывает тропу, ведущую с улицы Симоненкова, через овощебазу на железнодорожную станцию. Напомню, что проход был закрыт в июне прошлого года по требованию администрации района. Дмитрий Белов, председатель правления Коопторг, требования выполнил. Тем не менее, Белов ссылается на документ, разработанный Министерством транспорта Российской Федерации. Где написано, что места размещения пешеходных переходов определяются комиссионно с учетом сложившихся пешеходных потоков населения, перспективы развития по согласованию с органами местного самоуправления, инфраструктуры населенного пункта и железнодорожного транспорта. Этой проходом пользовалось большое количество жителей, которые проживают на Кирпичном, Скобином и поселке Звездочка. Потому что это был единственный, будем сказать, доступный и безопасный проход на станцию железной дороги Сергею Посадскую. Ей пользовались как люди, которые учатся, работают в городе Москве, так и пенсионеры, которые могли безопасно пройти по этому проходу. С нашей стороны были обустроены маршевые переходы, устроено освещение, устроена видеокамера для того, чтобы был хороший пешеходный переход. Все эти мероприятия были сделаны, согласованы с предыдущей администрацией в 2008 году. А в прошедшем году в связи с непонятными возникшими отношениями железной дорогой представителей были перекрыты эти проходы. Поэтому сейчас многие жители уходятся и жалуются именно нам. Начальник железнодорожной станции Юрий Парфенов напоминает жителям, что вокзал – режимный объект, и движение пешеходов здесь строго регламентировано в интересах их же безопасности. В месте, где у нас сложился традиционный незаконный проход граждан, у нас расположены технические обустройства, такие как стрелочные переводы. В границах стрелочных переводов запрещены какие-либо переходы, обустройства каких-либо переходов. Что касаемо имеющегося прохода, он является маршрутом служебного прохода и предназначен исключительно для работников железнодорожного транспорта. И не может быть расценен как пешеходный переход, так как он ничем не обустроен, и фактически он по всем документам является маршрутом служебного прохода. Создание пешеходного прохода не может быть выполнено вследствие того, что обычная статистика. До прошлого года, до того, как функционировал данный незаконный проход, нас ежегодно по этому маршруту гибло от трех до пяти человек, которые шли по направлению этого прохода. В прошлом году, как только перекрыли проход, ни одной смерти в этом месте нет. Можно задать вопрос, как ни одного? Вас сбивают, как правило, вот этот четвертый путь, то есть Александровская электричка. И людей сбивали здесь, когда они на Александровскую шли. Конкретно на нашем участке прохода никаких смертей не было. Смерти все приходили на платформе первого прохода и третьего, где ходит Александровская электричка. Но дело в том, что проход через Калитку порядка 13 путей находится, 9 уже сделаны, там служебный переход для железной дороги. И осталось обустроить всего 4 пути, сделать настилами, чтобы был нормальный переход и сделать накопительные участки. Поэтому мы, в свою очередь, даже согласны сделать со стороны Калитки накопительный участок для безопасного, и произвести освещение и видеокамеры поставить для безопасного прохода жителей. Сотрудники железнодорожного вокзала регулярно проводят рейды, отлавливают нарушителей, штрафуют. Но жителей, похоже, не особо волнует собственная безопасность. И даже при закрытой калитке они продолжают переходить железнодорожное полотно, не в предназначенном для этого месте. Объясняя свое поведение очень просто. Потому что очень долго обходить, целый километр вокруг.